Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы проводим серию бесед, которые у нас называются «Во свете Библии. Открытым оком». Это вопросы и ответы. И у нас вышло 30 книг одной серии «Открытым оком». И там есть вопросы, которые я отвечал в университетах, в милиции, всюду я выступал в школах. И сейчас решили кое-что посмотреть по вопросам от брата Игоря Дебунова. Я попросил посмотреть. Некоторые вопросы расширить, быть может, надо. Так, вопрос. Вопросы с первого тома «Открытым оком» 30. Как определить, насколько верующий человек? Кто его должен определять? Сам себя определить? Или я должен кого-то определять? Мне так легче, когда вопрос-ответ, вопрос-ответ. Я здесь стоял, мне вопрос поступил на бумажке, я его подробно отвечаю. Теперь я могу спросить, для кого определять? Для себя? Для себя. То есть вы задаете мне вопрос, от меня как бы вопрос получаю, можете ли вы сами себя определить, насколько вы верующий? Нет. Другого человека определить. А зачем это нужно? Насколько верующий он? Да, определять. Зачем его нужно? Он ответит сам за себя. Вот теперь немножко по-другому пойдет, как я там отвечал. Он сам себя определит, верующий, не верующий. Ну, по его меркам, он, по-моему, слабо верующий. А по его меркам, я такой же выгляжу. Это как на корабле, когда далеко плывут раньше было. Но один заходит, и там специально, где принимает вещи дорогие, он подошел, и свои вещи у него было с тобой, деньги, там что-то еще вез. И он отдает, и ему как-то неудобно. Он культурно такой человек говорит, вы меня простите, я сдаю. Говорит, нас двое в каюте. Ну, и что-то мой компаньон, кого поместили, ну, как в одном купе едут, сказать. С чем-то он не вызывает у меня доверия, не нравится. Да ничего, ничего. Он, говорит, уже пришел, те же самые слова вас сказал. Уже вещи свои сдал. То есть он в нем вора видит, а он в нем. Я не знаю, насколько это для всех распространяется. А в общем-то это так. Этот человек не вызывает доверия. А другой вошел в доверие, обокрал и смылся. И поэтому, конечно, обладать вот таким даром, я не знаю, кто его может обладать. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. Апостола Павла сколько обманывали? И других апостолов. И Моисея, когда вышли, вывели, там до фановерон и корей выплывут. Там такая смута будет. Родная сестра Мариам будет упрекать его за свою линт. Тоже там эфиоплянка. Но и Арон на той стороне тоже быка сольет под бока ему этому. Поджаривает его со всех сторон. Иоанн Златоуд самому доверенному доверил митрополиту Северу тут, или Северу, сидеть, пока сам поехал в командировку за Босфор. Вернулся, а тот заперся, его в епархию не пускает. Уже захватил престол. Да ты же его поставил. Да кто ж ты ждал? Да вроде такой спокойный, такой хороший, такой верный. Вот так определить. Другая выйдет замуж и говорит, я выходил это за верующий, а ты какой? И каждый день теперь только упрек. Я тебя на молитве ни разу не видела. Как здесь был настоятель благочинный. Но у него жила служанка Мария Демидовна. Ну все-то видят, выходит, благочинный, шапка, митро, блестит. Она говорит, я у него жила, она говорит, лет 12 или сколько примерно, я воспитала его детей. Детей поднимала. Они не сами, но она не была нянькой, не кормила их грудью своей. А остальное она все и в школу собирала и прочее. Но чем-то она не угодила. Не угодила. И матушка такая кроткая женщина, она ее матрасы все через забор повыкидала на улицу. Когда она говорит, даже трудно поверить. Но теперь, когда Мария Демидовна домой ходила, она к нам приходила. И у меня ее это все записано на магнитофон. Я записал. И она даже не знала, что я записываю. Сохранить ее такой специфический у нее голос. И с таким православным суперсмирением говорит. Я говорю, ну ты видела, что отец Николай-то молился? Да нет, ни разу я его не видел. Ну как, за стол спать ложиться? Нет, ни разу не видела. Вот и все. А перед людьми-то он выйдет и расшаркается. Она ни разу не видела за годы, которые живет в их доме, ходят за детьми. И она не видела, что он пришел, детей там на ночь благословил и прочее. Просто не видела. У него другая жизнь. Вот и все. Как определять? Определять человека нужно только, если это потребуется. На дихекторе лжи. На христианском. Это священное писание. Как у него будет это выглядеть? Вот есть такой фильм, там про одного, я не знаю, насколько из жизни это взято. Кажется, оперативный псевдоним называется. Дедюшка играет его. И вот его на дихектор лжи сажает на стуле. Сказали проверить. Проверили. И тут же отчет дают. У него все нормально отвечают. Но он говорит, вопрос, кто твои родители? Он сразу задумался и сразу запрыгал там осциллограф. И говорит, я не знаю. А почему? Да я в детском доме жил. Уже они навели справку, да, действительно, о каком в доме? А как попал в дом? Секрет, нигде нету ничего. Как так? Везде же есть. Откуда подбросили, никак. Никак. То есть у христиан должно быть четко и ясно. Как ты обратился к Богу? Я его спрашиваю. Когда ты пришел? Для православных это вопрос из вопросов. Ну, когда у тебя встреча со Христом была? Он не понимает. Я говорю, ну ты стал верующим. Ну, как? Ну, бабушка за руку водила, я ходил, а потом привык, я воцерковился. То есть получился через какое плечо свечки подавать. Посты, соблюдать, не видно, что она расположенная. Ну, а дальше что в семинаре, там к Сергию Радонежскому, к мощам, какие службы, утром. Он все узнал. Я с ним стал разговаривать. Ну, я-то какой? У меня было духовное рождение, как у Савла. Я обратился и превратился в Павла. Это очевидно для всех, особенно для родных было. Это уж я воспользуюсь их свидетельством. Я говорю, ну, вот ты вчера был такой. Ну, когда-то у тебя было, придя в возраст, Моисей предпочел страдать с народом Божиим. У меня этого не было. Ну, ты считаешь себя верующим, да? А как ты считаешь? Савл, который шел, он был верующим? Конечно, верующий он. Ревнитель. Более своих сверстников, говорит, был ревнитель. Но оказалось, что вера-то у него совсем не та. Не по рассуждению. У тебя было такое? Да нет, у меня все ровно было. У меня знакомый был там, близкий священник. И он мне характеристику дал. Меня вообще-то приняли, там, экзамены какие-то сдавали. Это незначительно. Я разговариваю, вижу, совершенно неверующий человек. Начиная на эту тему разговаривать с баптистом, я четко вижу, этот человек родился свыше. Безупречно. Он не знал. Уверовал. Он засвидетельствовал. Он умер для прежней жизни. Он идет страдать за Христа, как Бойко. Или Азаров. Ну, тут Михаил Азаров. У православных практически этого нет. И причина только одна, что скрылось Слово Божие. Слово Божие освящает. Слово Божие обличает. Для наставления, Павел говорит, для научения. Для чего? А раз этого нет, значит, ничего и нет. Раз этого нет, духовных плодов, ну, я могу научиться, там, заходить, ставить, поститься, механические движения делать, как махать кодилам. Это можно научиться, но внутри духовный настрой не придет. Он и не понимает даже. Если увидит тебя-то несколько раз, тем более семь раз в день становишься на молитву, он смотрит фанатик. Чего ему надо? Ну, в церковь сходили, да, через неделю опять верующие. А как вышел из храма, теперь я живу, как мне надо. А потом опять прищепурился и пришел. Военные всегда военные. Их не бывает, говорит, чтобы он ушел. И вчерашние сотрудники КГБ не бывает. Он навсегда и на всю жизнь. Так и верующий христианин. Я страж Господень. И поэтому я отвечаю так. Вот, посчитать надо. Тогда я отвечал, это примерно 10 лет назад. Если бы даже не специалисту задали вопрос, как определить живой этот человек или труп, то он бы хотя что-то мог сказать. Живой дышит, ест, пьет, ходит, разговаривает, работает, размножается и тому подобное. И насколько он живой, определяют о его активности, возможности исполнять свои обязанности. Или он только то и делает, что бюллетенит. Перенесем, переложим это на духовную сторону человека. Перед нами знакомый, который ходит в церковь, причащается, молится, справляет все праздники церковные и гражданские. Верующий он или нет? Прочтем пророка Исаию, первая глава. Все это делали израильтяне. Имели паспорта, были патриотами. Желали блага своей любимой родине. Воспитывали людей. Строили синагоги. За храм готовы были безоглядно умереть. Считали себя верующими и трудились. Получали премиальные были и деньги на сберкнижки. Ну вот характеристика данная им Богом. Исаия, первая глава же. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями. Племя злодеев. Сыны погибельные. Оставили Господа. Призрели святого Израилева. Повернулись назад. Во что вас бить еще? Продолжающее свое упорство. Вся голова в язвах. И все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны. Неочищенные, необвязанные. И не смягченные елеем. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я присыщен все сожжениями. Овнов и тукам откормленного скота. И крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицем мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячные ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите. И рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят. Как сделалась блудницей верная столица? Исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорею. Вино твое испорчено водою. Князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты. И дело вдовы не доходит до них. Ну разве не было там академистов? Не было патриарха первосвященника? Не было владых со своими панагеями? Не было священников, благочинных в митрах и прислужников с широкими рукавами? Было и немало. Певцов только несколько тысяч. И регинские классы работали. Первый параллельпомен, 9 глава, 310. Певцы же главные в поколениях левицких в комнатах храма свободны были от занятий. Потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Выходили свои газеты, церковные мурзилки. Соборовали и причащали по-своему. По-иудейски. Они же верующие. Они ждали день и ночь Мессию. Они готовились встретить дорогого и вожжеленного для них искупителя. Но вот, наконец, и позади каких-то там 700 лет наступило Рождество Христово. И началось видимое размежевание на живых и мертвых. Кто за мечи, кто на печи. Кто ангелов слушает в ночи. Правильные ответы знали, царю подсказывали. И возмущались его зверствами. Ибо сами же страдали от этого Сталина Ленина. Но пошли на подлость, сотрудничество с ним. Свои Каяфы, Сергии, спасали церковь мудростью, подлостью. Живые ли они были? Иоанна 1 глава 9-13 стихи. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Теперь ни для кого не секрет, что все они были мертвы и слепы. Им мешало все храм, богослужение, грамота, связь с сильными мира сего, их средства на ремонт храма. Что толку во всем этом величии, если Христа там нет? Они были слепы, мертвы и не знали этого, и не чувствовали совершенно. И люди этого не видели. Все избирали среди них себе духовников, исповедались пред ними и целовали их руки. При поступлении в их семинарии их владыки писали им характеристики сопроводиловки. Было свое протеже. Но вот солнце правды сошло на землю, и все-все стало выглядеть по-другому. Матфея 15, глава 14, стих. Оставьте их, они слепые. Вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Матфея 23, глава 24, стих. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Иоанна 9, глава 39, 41, стих. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что увидите, то грех остается на вас». Чтобы определить, насколько верующий человек, нужно самому иметь встречу со Христом, быть рожденным свыше, жить в Духе Святом, любить Библию. Ну, значит, так дальше. Если в другом, значит, ты не можешь это увидеть, если в себе этого нет. Это такой ответ я давал с кафедры. Видите, сколько места я уделяю для людей, чтобы познакомиться со Словом Божьим. Но без толкования эти слова, они не имеют той силы. Вот пришел он и говорит, «Вы, князья Содомские-Гоморские, да Содом Гомора давно на дне моря». Это обращается к князьям иудейским. Почему? Дела. По делам называется. Я был в Америке, и там епископ, ну, и говорят, он манхэттенский, вашингтонский. Он говорит, его называют Содомский-Гоморский. Сколько там беззакония. Не он лично в этом, а местность князья Содомский. Они сами, может, не участвовали в грехе, а над такими людьми были там. И насколько человек верующий, это определяет его ревность. Даже у нас, вот возьмите, на занятия некоторые никогда не остаются. На благовестие никогда не идут. Его не вытащишь никак, он ничего не нарушает. Он сидит, ну-ка, ты маленько хотя бы прояви себя для Бога. Я могу его вытянуть. Даже было такое, что даже выходили на благовестие. Но он ходит, и на часы поглядывает. Когда его теперь отпустят, он пойдет домой. Здесь другое. Если мне вот это нравится, заниматься здесь, вот в 4.40 мы утра встаем. Сегодня вот в 2 часа, где-то без 10 минут, два я только что вставал, 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 включал, переключал. И так это, рвальный сон. Но это как раз то, что мне надо. Человеку говорю, он этого не понимает. Вот вы ездите, а зачем вы это ездите? Он подыскиваться начинает. Обязательно. Так у вас какое-то благовестие, вы только книги распространяете. Да книги-то это благовестие есть. Я не просто говорю, я оставляю после себя Слово Божие. Оставляю книги, которые для всех приходящих. Мы очень твердое, крепкое закладываем там основания для желающих познать истину. А он только кряхтит, пыхтит, косоурится, говорит, косоротится, и больше ничего нет. Какая там вера? И какой бы злодей не появился, а он против меня настроен, он с ним сразу соединяется. Но ему говорят, он же, ты видишь, что это знакомый, тебе это блудник. Человек не церковный. Ему разницы никакой нету. Он думает, что кто-то усилит его силу воевать против. Его же Бог наказывает за это все. Он ничего не понимает. Суда Божия перед глазами нет. Все-таки на первом месте страх Божий. Если человек верит, что Бог будет судить за все, ну как же я могу воевать? Вот у меня было, я у сектантов жил, на квартире, жил с разными людьми православными. И там, и там встречаются люди обычно никакие. Есть там очень хорошие. Я говорю, вот мы приходим в дом инвалидов, ну и все стонут, даже по телефону другой разводят, православные сразу узнают. Вот там кряхтит, там дети не такие. Мы ходим со двора во двор, и все почти одинаковые. Ну вот мы попали в один двор, там пятидесятники. Ну мы их уже знали. И она лежит, она как парализованная, рука у нее поднимается. Мы только заходим, и она, аллилуйя, есть пять, надо какой-то псалом. Она лежит и поет все время. А у нее там все сгнившее. Почему стонете-то? Но в одном месте мы натолкнулись в храме. Одна женщина помогала нам, а потом в хору она пела и вышла. Священник говорит, вы заметите, вот она вышла, что у нее рак, последняя стадия грудь развалится. Она выйдет, чтобы меньше текло здесь. Перетянется обратно, и ни один человек даже это не знает. То есть дети Божии в разных местах есть. Но это надо, чтобы было в церкви. Я не против никого. Я только против того, что люди, суетясь на земле, не хотят полюбить Господа всем умом, всем сердцем. Жить для Бога. И определяем мы вот этим, ну, человека человека учатся. Вот стоят в алтаре диакон и священник. Ну и что-то между ними там не так. Диакон говорит, вот тут ты не так делаешь службу, священник, ты что учишь на меня? У тебя одно кадило, а я щашей занимаюсь. Ну, а временами являлся, священник видел ангела во время литургии. Он решил тогда его спросить. Диакона не было. И он тогда упал, говорит, ангел, скажи мне, вот мы с диаконом тут заспорили уже давно, и он говорит, вот так, и вот так. Он семинарию кончал, а я академию кончал. И спорят со мной. Он говорит, диакон прав здесь. А почему ты тогда прислуживаешь на ангела? Вот осмелел он, или обнаглел. И он говорит, да я не тебе прислуживаю-то, я Богу служу, а тебе надо прислушиваться, к тому знает больше. Он правильно говорит. И вот почему правильно. Я столько времени спорил, и ты мне прислуживал, и я неправильно делал. Ну прости меня, не порази меня. Ну как Валам там со своей ослистой-то свалился. Вот такое дело. Надо научиться выслушивать. И в каждом человеке увидеть то, что он уже прием сам даже не видит. Что там в нем интересно, к чему у него склонность, что-то ты можешь от него принять. Вот я в интернете знаю, но мало бывают такие, от кого нельзя было ничего принять. Бывает хоть маленькие где-то, но я все равно от него ущипну. Смотрю, какое видео, что он смотрит. А у него видео тысячи. Перемолочу все. Хороший ролик перетащу на свой форум. Бывает где-то, вот ездил патриарх в Святую Землю Иерусалима, и там один быстро ставил. Я каждый день хватаюсь и его переношу. У меня вообще рецензий никаких не даю. Но из Слова Божия я подставлю кое-что. Направление мысли моей понятно. А говорить вот так он неправильно, да Византия, Вития, я этого не... Считаю, не это нужно. Вот сейчас Золотухин. Я ни одного слова о нем не сказал, кроме того, что я знаю от нашей встречи. Но выставив о нем материал наш разговор, теперь что в интернете говорят о нем, о его такой жизни, называют Содом и Гаморра жил, но я в конце выставляю места священного писания. Ты уже это видел. Вот так. Еще вопрос такой к этому вопросу возникает. Возможно, что человек, который задавал этот вопрос, имел еще и такое намерение узнать. Вот часто и вы тоже говорите, да и святые отцы всегда говорили, чтобы избирали себе люди духовника, ну, священника, духовного отца, духовника, старца, и говорят, не избери себе волка. Это понятно. То есть вот неверующий, верующий, какая вера может быть и здесь, вот это, в этом. Это бывает. Я разочаровался, и мне надо очаровываться, в первую очередь. Я вот не разочаровался. Почему? Я его воспринял как человека с его недостатками, но нашел в нем доброе. У меня были друзья прекрасные и верные до самой смерти. Вот, допустим, о нем что говорят, об этом, ну, вот, о Золотухине-то. Говорят разное. Вот, вот это вот, прочитай. Да, пытается дотянуться до Высоцкого. Завидовал ему сильно. Высоцкого провожало огромное количество народа. Здесь скромная очередь. Ну, гробу, наверное. Понятно. И байки про венчание распустил. Высоцкий тоже ведь готовился к венчанию с любовницей Оксаной Афанасьевной. Севой, ныне Ермольник. При законной жене Владе. Не успел. Только Оксана не пыталась ребенком упрочить свое положение. Актер очень посредственный. Пытался стать популярным любыми способами, в том числе своими похабными мемуарами. Может, в конце жизни он стал понимать, что надо исправлять ошибки, но почему, имея столько недвижимости в Москве, пожертвовал на храм не так уж и много. Да и другие люди тоже помогали. На кирпичный не хватило. Построили скромный деревянный. Не говоря уже о том, что его отец сотоварищей и разрушил этот храм. А завещать, похоронить себя рядом с храмом, прожив жизнь лицедеем, прелюбодеем, это кощунство. Ну и так далее. Дальше. Теперь я отвечаю вот прочитать еще. Деяние 2 глава 40 стих. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Премудрость Соломона 4 глава 1 и 6 стихи. Лучше бездетность добродетелю, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, ей подражают, а когда отойдет, стремятся к ней. И в вечности увенчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину, и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеют ветвях, но не имея твердости поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся. Некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, незрел для пищи и ни к чему не годен. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против родителей при допросе их. Ну вот так. Ну а почему так? Ну это вот его которая любовница, фотографирует, это видно нет. Видишь, какая она у него хорошая. Это все сегодня уже публикует. А вот незаконно нажито от него ребенок, он с Ваней стоит где-то. И все это показано было. Не нам это, говорится, как говорится, судить, но и мимо пропускать нельзя. Этот человек влиял на других людей, можно сказать, как учитель других был. И подражать было здесь, ну совсем даже ни с чему. Ни с чему. Вот. И отец, вот видишь, какой у него распоряд огня был, говорит это, это упражнение, вот это, 70 лет стоял на голове. Такие упражнения уже нельзя было делать, но никто ему не объяснил. с 35 лет он стоял на голове. Рожим бати был суровый, вставал 6, сделал упражнения, молился. Чувствовал себя хорошо, и дальше его болезни. И этот, говорит, вот, был два же женат, разведясь после 15 лет брака с актрисой Ниной Шацкой, с которой у них есть общий сын Денис, актер женился на скрипачке Тамаре. От брака у нее родился второй сын у него, Сергей, музыкант группы Мертвые Дельфины. В сажирование парень страдал нервными расстройствами, увлекался оккультными учениями и покончил жизнь с самоубийством. Неверующий был. А этот, то сам о себе уже и говорит теперь, этот, сын-то его, священник-то, какой он был. Вот. Что, отпевал его, отпевал, а теперь кается. Кого я отпевал? Вот отпевал-то. Неверующего. Вот он пишет, прочитай. Я отпевал брата, взял грех на душу, потому что мне было жалко отца, признался Дионисий. Это мой грех, ложь перед Богом. Я прошу прощения у духовных братьев. Из-за жалости к отцу я предал Бога. Жалею. Сам предложил папе отпеть брата. Я понимаю, что поступил ложно. Брат не был верующим, и я взял серьезную ответственность пред Богом. Видите, при жизни трудно было так сказать, как это было. Это вышло. Покаяния фактически не было. За две недели уже вошел в кому и не выделил. Я скажу, такую кончину я бы не хотел. Если даже сказали бы, тебе отрежут какое-то очищение с голову от Бога, мученик, но так, чтобы без покаяния умереть, не хочу. И поэтому я каждый день молюсь, чтобы в здравой памяти. А поэтому ежеминутно, ежесекундно надо помнить о Боге и молиться. Вот как определять человека верующего. Он постоянно помышляет о Боге, примеряет, которое во вражде какой-то, и обстановка на него не влияет. Он всегда остается тем же. Он всегда уверен, что Господь его спасет, страдания сверх меры ему не даст, и я желаю любовь выразить моими делами. Ну, как, жертвовать собою, своим имением и быть не одним. Вот такое спаси Христос. Богу нашему славу. Во веки. Аминь.